возможно ли что в семье не было конфликтов ну что в семье не было конфликтов для этого нужно что совпали две вещи первое чтобы люди очень сильно думали о боге в отношениях и были достаточно наполненными и самодостаточными чтобы не зависеть друг от друга достойно ощущение счастья это первое и второе чтобы они имели знания о том как близких отношений можно разговаривать с друг с другом а как нельзя вот эти две эти вещи сочетаются то тогда можно вообще не конфликтовать и жить всю жизнь спокойно общаться без проблем почему же возникают конфликты личных отношений причина такая ну вот представьте допустим человек очень голоден да очень голоден он сел покушать да и у него забирают тарелку ну допустим человек олег геннадий такой хороший человек он соблюдает самооплодание но он голодный он сел покушать и у него забирают еду причем забирают он как-то случайно но неосознанно кто-то взял забрал не то что он хотел специально просто получилось думал что это его еда как вы думаете олег геннадьевич будет нервничать или нет будет почему причем причина действует сильное чувство сильное желание понимаете есть слабые желания есть вот допустим я стою допустим в крамвай еду кто-то там на ногу не наступил в принципе ничего страшного как бы не заметил просто или часто бывает вот в аэропорту как в самолете я сажусь и когда люди раздеваются они ну так вот снимает одежду и сзади тебе то локтем то потом то еще чем по башке ты сидишь с краю я всегда вот так стараюсь нагнуться накипаются я знаю что как лучше нагнуться потому что неприятно все равно но как бы ничего обижаться человек в общем-то ничего плохого не сделал он нечаянно это сделал обида означает ожидание вот я допустим пришел в самолет сел и думаю блин хочу счастье в самолете наконец-то я специально заплатил за хорошее место вот я хочу счастья здесь самолете и кто-то за меня задевает в этот момент понимаете вот тогда уже начинается конфликт почему потому что я-то хотел счастье а если ничего не хочу я в самолет сел и понимают что хотеть надо прилететь просто все все что угодно может быть тогда никакого конфликта не будет конфликт означает сильное желание так вот знаете что самое сильное желание у человека в этом мире который только есть вообще сильнее даже чем голод это желание любви и это желание реализуются где вот передо мной появился человек которого я люблю или который меня любит или мы вместе любим там вот он между нами любовь что это значит для меня это значит он должен меня понимать что является полной иллюзией вообще вот он должен со мной себя правильно вести а он даже им как бы не в зуб ногой о том понимании как ты считаешь правильным вообще у идеи нет вот сейчас я вам это докажу все и он должен меня сделать я же для чего замуж то вышло я вообще ждала это я тебя ждала пять лет и он должен меня сделать счастливой вот если бы вот человеку сесть перед ним да вот я тебя люблю знаешь что это значит это значит что ты должен на все мои капризы отвечать улыбкой нежной должен бегать за мной на задних лапках всегда как ты себя чувствуешь как у тебя настроение вообще как бы все хорошо нехорошо должен зарплату хорошую приносить вот это означает ты меня любишь понял сказать ему самое начало такие вещи он скажет я пошел любой мужчина имеет значение какой почему потому что для него любовь означает совсем другое что для него означает любовь что жена домой хороший перед ним как бы метается там готовит убирает стирает вот совсем согласно и старается выполнять его распоряжение очень бедное смотрит только на него вообще всегда если кто-то рядом есть она вообще не видит только на него и когда в постели разница такая счастливая ряда все такая счастливая все вот это то что он думает что такое любовь если он не объясняет все это надо ну да не я ты не готова и уходит